12-й республиканский фестиваль «Зима начинается с Якутии» собрал на своих площадках более 13 тысяч гостей из жителей республики. В этом году в программу фестиваля включили более 70 мероприятий. Уникальная возможность познакомиться с богатым и разнообразным кулинарным наследием республики гостям и жителям столицы представилась на юбилейном гастрономическом фестивале «Вкус Якутии». Разнообразная кухня, необычные блюда и уникальные соусы из ягод. Шеф-повара из разных регионов страны и заведений общественного питания представили гостям необычные блюда. У меня интересный салат с утиной грудкой, которая сезонная, в год два раза охотится. Мы знаем только весной, например, встреча солнца, знаем, как будто только суп готовим дома. А сейчас мы можем приготовить салаты, холодные закуски. Тоже интересно, подача тоже интересна будет. Всем показать, рассказать о вкусах Якутии, что у нас регион-то большой, поэтому разновидностей очень много у нас. Помимо гастрономических изысков, необычные соусы, которые сделаны из северных ягод, брусники и красной смородины, представила Изабелла Павлова. Создать необычный вкус Изабеллу вдохновила бабушка. Девушка вспомнила, как она постоянно использовала необычные приправы из натуральных ингредиентов. Мы вспомнили, у нас бабушка в детстве делала какие-то приправы котлетам, там еще что-то. Мы начали спрашивать маму, потом начали изучать, что это, как это. И создали свой уникальный рецепт, но мы работаем над своим рецептом, мы его обновляем каждый раз. Сейчас пока у нас два соуса из брусники и из красной смородины, но мы надеемся, что соусы будут иметь популярность и что мы с вдохновением будем работать над другими вкусами. В течение недели гости и жители столицы попробовали комбинации блюд из рыбы, оленины, говядины, жеребятины, нежнейшие десерты, выпечку и другие блюда якутской национальной кухни. В этом году фестиваль впервые прошел в формате гастрономического театра. Мы не просто показываем нашим жителям, нашим гостям и вообще всем участникам такого мероприятия. Мы создаем мероприятие, на котором люди могут отдохнуть, посмотреть культурную программу. Мы объединили все направления и это сделано благодаря нашим талантливым творческим предпринимателям, ассоциациям и ресторанам. Сегодня не секрет, что гастрономия является объединяющим фактором. В рамках фестиваля также состоялись различные мастер-классы от шеф-поваров, барменов, дегустация национальных блюд и конкурс среди студентов. Блюда якутской и арктической кухни в современной подаче представили студенты-повара на конкурсе профессионального мастерства. Рыба, оленина и ягоды. Из таких ингредиентов студенты якутского и намского техникумов приготовили по три блюда – холодную закуску, горячий и десерт. В конкурсе приняли участие четыре команды, по три человека. Лилия Яковлева – одна из участниц конкурса. В кулинарных состязаниях она участвует не впервые, поэтому с конкурсным заданием она справилась быстро. Я готовила десерт. У меня получается сосновая шишечка. Внутри там есть начинка из малины и земляники. Также в основном у меня основа – это кетчак замороженный. У вас можно? Нет. В основном люблю готовить с родителями именно якутскую кухню, но по большей части я сама по-азиатской. Жюри оценивали конкурсантов в соответствии с международными стандартами World Chefs. Это и соблюдение гигиенических норм, правильное профессиональное приготовление, внешний вид блюда и самое важное – вкус. В качестве экспертов пригласили шеф-поваров ресторанов столицы. Критериев оценки много, начиная от формы одежды, заканчивая подачей блюд. Я являюсь членом жюри уже не первый год. Приглашают на конкурс. Сегодня такой интересный, удивительный конкурс – это вкус Якутии по приготовлению якутской кухни и кухни арктических народов. Посмотрю, как ребята работают. Очень хорошо. Молодцы. Чувствуются какие-то новинки. В конкурсе победила одна из команд Якутского технологического техникума сервиса. Победители удостоились специального приза от Ассоциации гостеприимства, а призеры и участники награждены дипломами и сертификатами. Также в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» состоялся ежегодный международный конкурс ледовых и снежных скульптур бриллианты Якутии. В ледовом парке «Северное сияние» развернулось настоящее ледовое волшебство. Роботы, космонавты и сказочные герои произведений – вот что воссоздали участники изо льда на конкурсную тему «Мир будущего». Всего в борьбу за звание лучших вступили 20 команд, в том числе из Монголии, Хабаровского края и Республики Тыва. Карат Шевер в Якутии не в первый раз. Вместе со своим товарищем они изготовили скульптуру под названием «Узоры Енисея». «Мир будущего» – это вечная зеленая природа, вечная природа Енисея и Тувы. А в Снежном мы будем вырезать легендарных воинов-франхайцев, наших потомков. Мне интересно работать с якутскими мастерами, а по снегу я работал давно, по льду недавно». Снежные скульптуры участники должны были завершить за два с половиной дня. Конкурсные работы оценивали жюри по нескольким критериям. Основные – это выразительность, мастерство, степень законченности произведения и другие. Наталья Гончарова в Якутске также не в первый раз. Она признается, в Якутию приезжает для того, чтобы научиться у якутских профессионалов мастерство. «Нам очень нравится приезжать в Якутию, и мы вообще наслаждаемся здесь людьми. И нам нравятся здесь светлые люди, горячие сердца их, все такие мастеровые, профессионалы. Ну, в общем, нам есть чему поучиться. У нас образ будет пингвина на панцире черепахи и смотрящего так вот вдаль. Надеюсь, что наш снег выдержит, такое крылышко удержать». Составной частью культуры каждого народа являются традиционные игры. Оцурен и его товарищ приняли решение отразить в своей снежной скульптуре древнюю игру – братьев, борющихся на коне. «В Якутию как первый раз приезжали, смотрели много чего, смотрели, но холодно, но, тем не менее, пока мы здесь, погода теплая. Очень воздух свежий такой, город, среди снега, так что очень красивый город». Итогом конкурса победители и призеров наградили медалями, дипломами и денежными призами. За первое место в номинации впервые вручили эксклюзивные кубки и медали, выполненные из латуни, составка из якутских бриллиантов и бивня мамонта. «Мы благодарим наших ювелиров, литейщиков, касторезов за предоставленную возможность, за короткий срок они изготовили такие прекрасные кубки и медали». По традиции, одним из самых ярких событий фестиваля стала церемония зажжения первой новогодней елки страны. В этом году «Зеленая красавица» расположилась на площади Дружбы. Именно здесь первые праздничные огни засияли яркими красками. «Елочка, гори!» Двадцатиметровое искусственное дерево украсили шарами и почти полутора тысячами гирлянд и огоньков разных форм и размеров. Мероприятие собрало много восторженных зрителей всех возрастов. «Я в Якутии, приехала на зажжение первой елки в России. Я на таком мероприятии впервые и очень рада, если честно, что сюда попала». «С наступающим, 24-м года! Всем добра, здоровья, радости, счастья! Чтобы все было хорошо, чтобы достаток был в доме, чтобы Новый год принес все самые хорошие мечты». Следом эстафетную палочку предновогодних будней перехватила главная елка столицы. Ее традиционно расположили на площади Аджиникидзе. Саму конструкцию монтировали в течение двух недель, а искусственные ветви символа Нового года украсили игрушками в национальном стиле. «Поздравляю всех вас! Желаю в 2023 году закончить все свои запланированные дела. Детишкам поздравляю! Желаю всем хорошо закончить полугодие! Поздравляю всех вас с этим замечательным днем!» Ну и главное нововведение этого года – зажжение городской елки продолжилось праздничным шествием автоколонны. Она проехала от площади Аджиникидзе до площади Дружбы. Каждую машину украсили гирляндой и прочими новогодними атрибутами, специально для создания праздничного настроения у горожан и гостей столицы. По доброй традиции фестиваля состоялся конкурс «Строганина-2023». Он собрал 16 команд со всей республики. Они состояли из двух человек. Мужчина строгал, а женщина складывала строганину в горку на подносе. Соревнование прошло в три этапа. Домашнее задание, где участники предоставили жюри блюда из свежезамороженной рыбы на свободную тему. Отборочный этап и суперфинал. Этот конкурс начался с того, что праздник зимы, строганины, в первую очередь, когда уже река замерзает, лед там уже окрепший, можно из севера привезти в это время как раз рыбу. И самое долгожданное блюдо у северных народов – это как раз-таки рыба. Это праздник, праздник строганины, именно когда есть уже подлётка. Очень полезная, жирная, питательная рыба. Мастера продемонстрировали поразительную скорость и удивительные приёмы в создании любимого всеми северянами блюда. По итогам конкурса победителями стали команда из Булунского района. Финалисты были награждены кубками, грамотами и денежными призами. Занявшие первое место получили сертификат на 50 тысяч рублей. Соревнование такое трудное, очень много видов конкурсов я не думала. Я думала просто строганина и всё. Оказывается, тут конкурс большой. И я вот старалась, чтобы победить. Только победить. Никаких секретов нету, просто мы как-то, даже как сказать, быстро сделали. Быстро сделали. Сами от души что-то хотели себе и вот победили. Фестиваль «Зима начинается с Якутии» предоставил уникальную возможность познакомиться с культурой, кухней и искусством республики. Гости столицы остались под приятным впечатлением от мероприятия. От проекта до реализации это был уникальный продукт, которого нигде нет. Поэтому думаю, с этого года, в следующем году, многие со всего мира самые лучшие мастера ледовой и снежной скульптуры захотят приехать в этот удивительный город и увидеть особенности, познакомиться с мастерами якутскими. Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» сегодня является одними из самых ярких и масштабных культурных событий в нашей стране. Это значимое мероприятие в сфере туризма из года в год привлекает все больше посетителей не только с России, но и с других стран. Мероприятие стало брендом вечной мерзлоты, якутского холода и северного гостеприимства. Можно смело сказать, зима началась с Якутии.